Радио России Новосибирск. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В студии журналисты Аля Секаковкина и Сергей Костриков, звукорежиссер эфира Игорь Надежкин. 4 и 5 мая в Новосибирском Академическом Молодежном Театре «Глобус» состоится премьера спектакль «Спасите Леньку» по пьесе современного драматурга Маляки Икрамовой. В студии сегодня вечером режиссер спектакля Денис Малютин. Добрый вечер, Денис Малютин. Добрый вечер. В вашу актерскую бытность в «Глобусе» вы сыграли более 50 ролей за 15 лет. С этого, по-моему, едва ли не все с вами разговоры начинают. Ну и мы тоже. Ну мы сразу карты раскрыли. Да. Уверенная, восходящая, профессиональная траектория. Какой метеорит вас стукнул, что вы сбились с этой прямой дороги? В режиссуру пошли. Такая уж ли уж она прямая была. Нет, мой путь был очень тернист, начиная с момента поступления в театральное училище города Новосибирска. Еще училище, да. Еще училище. Это ж сколько вам лет? Давайте промолчим. Умолчим этот факт. Нет, на самом деле это был 95-й год. Это был последний курс мастера Любови Борисовны Борисовой, которая многим была известна как директор театрального училища и директор Машкова, которая отчислила, она же отчислила из нашего театрального училища. Это уже есть такой как факт. Но она норовистая была женщина. Она очень норовистая, да. Мы с ней общались в свое время. Она прекрасный мастер, в общем, и она как бы дала мне такие ключевые азы, в общем, базовые знания и понимание театра как такового, как со стороны артиста. И вот благодаря, наверное, этому я и получил любовь, признание, мою же любовь и признание к театру как к месту моей жизни. И абсолютно не важно было для меня быть ли артистом, либо режиссером, потому что как бы в театре сложилась такая традиция, что мы делали какие-то капустники, сочиняли сами. И вот как бы пошло-поехало, и каким-то образом мы вышли на другую свободную площадку как артисты, как режиссеры самостоятельные. Ну, видимо, как бы это, наверное, главный этап для каждого человека как развитие. Поэтому режиссура для меня это уже тоже как развитие. То есть вы называете себя режиссером. Некоторые режиссеры не любят этого наименования, говорят, нет-нет, я там, я даже не знаю, какие вспомнить. Ну, не мастер, конечно, ну, художник, я так вижу, вот любят. А вот режиссер, ну, не называйте меня так, вы спокойно к этому относитесь. Режиссер Денис Малютин. Ну, да, да, конечно, я и получал образование именно режиссеры. А давайте мы еще глубже, так сказать, в детство ваше вернемся. Вот, что вообще вас в театр повело? А вы, кстати, в Новосибирске родились? Да. Вы, то есть местный уроженец? Вы абориген, да. И год-то такой 95-й, ну, это вообще сложное время по всей стране. Ну, такое, даже не знаю, какое определение дать. Ну, да, переходное. Переходное, да, спасибо. Скажем так, что переходное, конечно. Да, вы знаете, на самом деле, мои попытки приобрести какое-то значение для себя в образовании, я имел в виду. То есть я, у меня вообще, правда, произошло такое событие, что я сначала поступил в радиоколледж, потому что я увлекался музыкой. Вот, и я мечтал заниматься какой-то техникой, быть радиодиджеем или как-то, ну, в общем, какие-то были у меня пристрастия вот к какому-то музыкальному таланту. Музыку слушать или музыку играть? Играть и слушать. И я её играл. У меня была музыкальная группа даже моя. Панковская, конечно. Да, да. Конечно, потому что, когда не умеешь играть, нужно... Конечно, да, да. А нужно что-то играть. Называй себя панком. Громко, панком. Хотя моя семья, она не имела никакого отношения ни к искусству вообще, ни в каком-либо виде. У вас даже фортепиано не было? Да, было, было. Благодаря мне же, потому что, в общем, я решил заниматься музыкой, и родители мои сповадились и, в общем, купили мне это фортепиано. Да вы избалованы. Вы сами пошли в музыкальную школу? Это удивительно. Обычно же за ручку всё это происходит. Давайте попробуем вашего ребёнка там, там и там, а там посмотрим. Ну, это было начало. Потом мне сказали, если ты не выучишься, потому что я это начинал... В общем, я увлёкся, мне было это интересно. Я играл, играл и бросил. Мне сказали, стоп, дружочек, у нас стоит фортепиано, который мы тащили... На пятый этаж, а то и на седьмой. Да, так что извини, изволь, пожалуйста, заниматься этим искусством до последнего. То есть это было первое ваше столкновение с тем, что кроме прав у вас есть ещё и обязанности. Совершенно верно. Нет, ну это интересно, это вы немножко постфактум уже, то есть когда вам уже купили инструменты, вы обязаны были на нём играть. А первым звоночком... Он ещё не знал об этом. А, вот как, я упустила, значит. Сначала просто хочу, типа, играть. Ему, ну на. Потратили там зарплату инженерскую, я не знаю, кто... Инженера, да, у меня мама была инженер. Потратили последние деньги, голодом сидели, ребёнка только кормили. У меня сейчас картина пошла из фильма «Старый Новый год». Помните, как они там затаскивали пианино в семью рабочих заводов, по-моему, девочка там у них была, которую они хотели учить. И вот фортепиано, это был такой престиж, то есть надо было поставить инструмент. Ну вот, а здесь ещё и желание и увлечение, да. Но оно, да, оно, слава богу, с успехом я окончил музыкальную школу. Всё-таки. Всё-таки я окончил. В общем, я исполнил то, что... Долг. 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 И смело пошёл учиться дальше. Учиться дальше? В школу. И после восьмого класса я поступил в радиоколледж города Новосибирска, где я с успехом провалил всё экзамены и меня отчислили. Прямо сразу на первой же сессии? Нет, это был второй курс. Это был второй курс. Я не сдал сопромат. Вот тогда уже был сопромат. Ну, это классика. Да. Да, 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 да. Это классика. Сопромат. Сопротивление материалов. Да. Это сопротивление студенту. И студентов. И студентов тоже, да. Вот это взаимное сопротивление порождает вылеты из учебных заведений. Вот. И как-то, понимаете, вот такой путь привёл меня сначала в колледж культуры искусств, и потом уже совершенно очевидно было понятно, что я артист, и мне это сказали мои педагоги в колледже культуры. Сказали, Денис, вам необходимо всё-таки поступать в театральный, потому что у вас есть какие-то способности. Вот. И я там... А сколько вы в колледже культуры продержались? Так же полтора года. Это магическая цифра. Мне нравится, что человек просто пробует себя, и ему никто не сопротивляется. Захотел фортепьяно? На. Да. Захотел? Ну, и там брезжил радиодиджей, видимо, всё-таки по-прежнему, когда вы в колледж культуры пошли, да? Тогда этот кулёк вообще называлось, и было училищем культуры. Там на него посмотрели и сказали, боже, какой безалаберный. Ну, такой свободный, такой твой. Причём, кстати, я в кульке, в кульке, я поступил на режиссёра самодеятельных коллективов, руководитель самодеятельных коллективов. Вкуснятина какая! Вот, вот. И как раз вот тогда я начинал тоже слышать терминологию режиссёрскую. О Станиславском стал понимать что-то. Вот, был наш педагог-верхушник Геннадий Петрович тогда, он ныне живущий, дай бог ему здоровья, который, как бы, вот таким образом нам тоже прививал любовь к искусству театра. Вот, как-то так. Но для вас сегодня режиссёр — это что, это просто другая роль? Потому что есть и такие люди говорят, нет. Типа, если не Гамлета играть, то режиссёра. Нет, нет, это не роль, это точно для меня моё какое-то предназначение, потому что, наверное, тоже, может быть, громко звучит, да, предназначение. Наверное, это, скорее всего, какой-то, наверное, образ жизни. Сейчас, не знаю почему, но вот есть заинтересованность коллективов в приглашении меня как режиссёра. И, видимо, возможно, что это как-то будет интересно, наверное, в моё какое-то видение того или иного литературного произведения. И оно, как бы, слава богу, работает, это видение. И во многих театрах, где я поставил, наверное, это какой-то знак того, что я как бы всё это делаю не зря, и для меня это очень важно, что я делаю что-то не зря. И то, что люди ценят, это тоже не зря. Значит, моя жизнь не просто так. Поэтому в профессии я считаю, что это моё значение. Да. Громко, да? Да нет, ну... Это миссия, вы бы ещё сказали. Миссия, да, точно. Но почему мы так стесняемся этих слов-то? Или как-то их так немножко прижимисто произносим? Да, мне просто сегодня не время пафоса, и поэтому стесняются многие... А чего сегодня время? Можно я не буду говорить, чего? Можно. Хорошо. Режиссёров называют иногда театральными цыганами. Современных режиссёров. Современных, да, нынешних. Потому что, в принципе, это, конечно, большой плюс режиссёрской профессии, что вы кочующий народ. Вы постоянно мигрируете между театрами, между странами, неважно где. И у вас всё время новые впечатления. И вас это прельщает, или вы, по сути, оседлый человек? Нет, для меня это безумно интересно. Это путешествия, это совершенно разные миры. Каждый театр, несмотря на то, что мы все живём и существуем в определённой системе, любой коллектив театральный имеет свою природу, потому что это маленькая семья, в которой как бы есть тоже свои правила. И подключаясь и присоединяясь к таким правилам, я принимаю совершенно новый мир. И это очень здорово, что ты имеешь возможность такие миры познавать. И поэтому я рад, что сейчас, благодаря своему возрасту, наверное, и своему положению я могу путешествовать. Потом, возможно, возможно. Вы захотите где-то попой присесть надолго. Я хочу иметь свою семью, свой коллектив, свою энергию, которую бы я мог давать уже непосредственно на одном каком-то месте. Но сейчас я не готов к этому. Но вот люди с другой позиции жизненной, они бы вас упрекнули, пожалуй, в том, что вы как бы по верхушкам. Конечно, интересно поездить по разным коллективам, по разным этим семьям, сливочки снять и дальше. Время от времени в глобусе ставить. Вы в глобусе, когда работали, пять спектаклей вроде бы поставили, да? Или это было уже и после того, как вы ушли как актёр из глобуса? Это было уже и после того, как я ушёл как артист из театра. У нас было ещё два проекта. Да, два. Да, кажется, два. Сэн Шан Бойс я ставил на Вожинина и на Воравина артистов. И всё. Да, ещё какой-то был проект, не помню. Да, то есть я уже был приглашён режиссёр. Это уже как бы не первый опыт театра. То есть в глобусе сливки оказались жирными и их оказалось много, что вы там несколько раз уже их поснимали. Ну, что значит поснимал, понимаете, сливки? Это, ну, как бы такая метафора, которая, скорее всего, наверное, не для меня. Потому что я проживаю каждый этап спектакля по-своему. Это не просто сюда приехать в глобус, да, зная своих коллег, которые знают меня. Это же, это адски сложно, понимаете. И пройдя вот такой этап, как бы временной, когда мне не было здесь сколько, пять лет, шесть, вот, и я приехал сюда, меня же теперь видят другим человеком. Хотят увидеть другим человеком, уже другим режиссёром. Вот. И так же, как и я на них смотрю совершенно другими и иными глазами. Вот. Это очень сложно. Это не... То есть вы какую-то гиперответственность чувствуете за собой? Конечно. Ну, я же как папа, да. Я же как папа. Как фортепиано. То самое, да? Как фортепиано то же самое. Совершенно верно, да. Да. Ответственность. Гиперответственность. Есть ещё один нюанс. Вот вы приходите в театр, где были своим для актёров, коллегой, а теперь вы такой режиссёр, то есть вы некто над ними. Ну, или по ту сторону, как минимум, да. Вот здесь не возникают какие-то... Диссонансы, дисбалансы, да. Да. Я этого боялся и всегда боялся, но на самом деле я зря этого делал. Зря это делал. Нет абсолютно никаких диссонансов, потому что тот птичий язык, на котором мы разговаривали и тогда, когда я был актёром, и сейчас, когда мы как режиссёр, зная природу артистов, мы всегда можем договариваться. Это самое главное, что меня слышит, меня как режиссёра, как артиста. Я не ставлю себя над, понимаете? И вообще, мне кажется, в процессе работы над спектаклем нельзя себя ставить над в работе с актёром, потому что как бы... Ну, это сотворчество, которое необходимо в любом случае. Как вы мягко стелите так. То есть надо как-то в ногу, да? На одной какой-то траектории. В водоправлении. Я же в любом случае из того же цеха вырос, понимаете? Я понял. Про птичий язык это очень понятное было сравнение. Я хочу напомнить слушателям, что в Театре Глобус, это Новосибирский академический молодёжный театр, готовится премьера спектакля «Спасите Лёньку» по пьесе Маляки и Крамовой. Разговор с режиссёром-постановщиком спектакля продолжим через минуту. Это программа «Пять вечеров». 4 и 5 мая в Новосибирском академическом молодёжном театре «Глобус» состоится премьера спектакля «Спасите Лёньку» по пьесе Маляки и Крамовой. Наш гость сегодня — режиссёр спектакля Денис Малютин, и мы продолжаем с ним разговор. Давайте ещё немножко про гиперответственность. А если вы не оправдаете надежд своих прежде всего? Потому что тяжело так жить-то, как струна. Поймёте ли вы это, почувствуете ли вы это? Как это распознать-то? И как страдать будете? Ну, как страдать-то, уж я вам не расскажу. Хотя могли бы актёр всё-таки. На птичьем, на своём языке. Слишком уж я стесняюсь этого. Нет, правда, это такая какая-то внутренняя кухня, которую страшно даже рассказывать. Что касаемо «оправдал ли я своё?» «Оправдается, не оправдается?» Страшно. Страшно. Но в этом-то и есть смысл моего существования, в том, чтобы сделать всё максимально возможное от себя, чтобы всё это случилось так, как это могло бы полюбиться. Потому что в любом случае для меня театр — это любовь. Влюбиться в театр. Вот как я влюбился в него тогда, в 95-м году, так эта любовь и продолжается, и живёт во мне до сих пор. Я вот хочу эту любовь как бы внедрять в каждую свою историю. В том числе и современная пьеса, которая была прочитана мной недавно, и я с ней познакомился тоже буквально недавно. Это было где-то год назад. И работая с художником уже конкретно над этим проектом, мы вдруг открываем для себя совершенно классные, удивительные миры наших каких-то вот таких детских, знаете, страхов, открытий. Всё абсолютно соизмеримо с моим миросощущением, как и в пьесе. И я пока понял, что эту историю нужно обязательно рассказать. Как это было и в... Если вы помните «Мамочки», которые шли на протяжении 10 лет в театре «Глобус», вот, маё было открытие, так и здесь. Это тоже как бы является таким моим человеческим Дениса Евгеньевича Малютина открытием. Давайте тогда подробнее о том, как вы познакомились с этой пьесой, из чего выбирали, и выбирали ли вы сами, или это была рекомендация Татьяны Николаевны, например. Нет, это не была рекомендация Татьяны Николаевны, это была моя рекомендация, было предложение о проекте, вот, и мы сошлись на том, что это должно быть что-то связанное с историей, и связанное как раз с какой-то темой, связанное с войной. В данном случае, нынче идёт год 80-летия прорыва ленинградской блокады, я понимаю, что тематика пьесы перекликается вот с этим событием. Да, но она не раскрывается настолько буквально, как это может быть в каких-то историях про войну, вот, здесь всё-таки частная история о ребёнке, вот, который живёт в обстоятельствах именно того блокадного Ленинграда, о котором, как бы, рассказано в истории. Театр, хотим мы того или нет, всё равно из частного делает нечто общее и иной раз вселенски общее, так что зря вы тут говорите про частную историю, ну да, да, нет, я говорю не то чтобы зря, я говорю о том, что как бы частная история не объединяющая каким-то духом патриотизма, наверное, не знаю, хотя мне кажется, что здесь всё-таки мы говорим о человеке, в первую очередь, а не о каком-то его значении. Вот скажите, почему многие сегодня, да и не только сегодня, это с советских времён, я замечаю, стесняются этого понятия патриотизм? Сегодня оно вообще обрастает какими-то разными смыслами совершенно. Мы в понятийном аппарате плутаем все как ого-го. Вот это как раз, понимаете, вот это и настораживает. Наверное, вот это и настораживает. Для меня слово патриотизм. Как вы глубоко меня копнули. Я сейчас вот... Вы к телефону обращаетесь за подсказкой, что ли? А вы знаете, это зажим. Я начинаю копаться. Нет, я не смотрю в телефон, естественно. Вы, понятно, конечно. Мне за что-то надо браться. Возите наушнички, возьмите кружечку, да. Возите стол. За что-то взяться, да. Для меня патриотизм — это, наверное, слово очень многозначащее. Но в нашем действительно мире сейчас очень много значений дается. И, к сожалению, не всегда лучших. Вот, поэтому я не то чтобы стесняюсь этого, я просто говорю о том, что здесь хотелось бы все-таки рассказать о людях, о их судьбах. А не о том, как они выживали в чудовищных условиях. Вот, наверное, вот так вот. Ну и, в принципе, проявление патриотизма — это вовсе не значит произнесение этого слова чаще, чем обычно. Так что вполне может быть, что... Да оно никак не расходится с вашей идеей про любовь, в общем-то, по сути. Не расходится, не расходится. Я хотел бы еще немного в сторонку... А, нет, пока не будем в сторонку отходить. С Малякой Икрамовой вы знакомы или нет? Да, мы с ней созвонились, мы с ней познакомились. Я надеюсь, что она приедет к нам на премьеру. А вы спрашивали ее, чего это она из физики-математики вдруг тоже перешла в другую религию по факту? Да, вы знаете, я с ней разговаривал, в общем-то, тоже было очень много таких общих слов. Уже другой птичий язык пошел. Да, да. Но она прекрасна в своей простоте наивности. Вы знаете, я общаюсь с ней, я как будто общаюсь с ребенком. Она действительно, правда, такая честная, такая искренняя. И вот как раз эта пьеса, которую она написала «Спасите Леньку», она пропитана такой, понимаете, чистотой чувств и такого ребенка, взрослого, но ребенка. И разговаривая с ней по телефону, я понял, что она прекрасный человек. Она просто прекрасный человек. Это уже дает мне повод убедиться в том, что ее пьеса, то, что она напишет, это прекрасно. А как вы вообще узнали о существовании пьесы «Спасите Леньку»? Ну, вы знаете, бывает так, что иногда я перечитываю какие-то фестивальные проекты, где-то какие-то проходят конкурсы драматургические. И была рекомендация со стороны Натальи Николаевны Палукаровой, это президент, не президент, руководитель фестиваля «Золотой Витязь», которая когда-то где-то увидела на фестивале как раз постановку по этой пьесе, и она сказала, что это, возможно, будет очень интересная работа. Я благодаря ей перечел и понял, что да, да. И как раз Татьяна Николаевна позвонила, предложила постановку, и я ей сказал, а почему бы вот эту пьесу-то не поставить? Видите, как все складывается каким-то таким прекрасным образом, что никто ничего не предлагает. Я предлагаю. Это вот часть, наверное, идеальных условий для работы режиссера. А какими в общем должны быть идеальные условия работы для режиссера? Кроме того, что вы вот сейчас вот рассказали. Давайте уж сразу вторую часть. Как они бьются с реальностью. Идеальность и реальность. Ну да, да, это уже потом. Сначала вот как вы представляете себе идеальные условия для своей работы. Собственный театр, к примеру, с труппой, которую вы по одному будете выщипывать из тех трупп, в которых работали. Какого-то Карабаса-Барабаса сейчас показали? Ну, а режиссер и должен быть тираном. И плётка-семихвостка должна быть у каждого режиссёра, на мой взгляд. Ага. Вот. Это я уже свои фантазии бы сказал. Спасибо, да, да. Пожалуйста, освою. Даже о ваших впечатлениях и ощущениях. Смотрите, для меня вообще искусство, театр не может быть идеализированным, идеальным. Не идеализированным, идеальным. Не может быть идеального процесса, да, который как бы вот математически сложен, выложен таким образом, что мы начинаем и заканчиваем этот процесс репетиционный и выпускаем определённый продукт, как это бывает, называют. Который тоже должен быть идеальным. Который должен быть идеальным. Но не может быть такого в театре. Да и не только в театре, в искусстве, в музыке, в живописи. Не знаю. Хореографии. Не может быть ничего идеального. Поэтому я не пытаюсь ставить для себя какой-то, скажем так, идеальный принцип идеального выпуска спектакля. Конечно, есть мечты, есть фантазии. Как, не знаю, как Питер Брук, который как бы собрал весь мир, поднимать артистов со всего мира и путешествовал по всему миру с этой труппой сборной. Может быть. Но это фантазия, которая как бы тоже не может быть идеальной. Это тоже не идеально. Поэтому я не могу, кстати, для себя определить вот какой-то вот такой момент. Но представьте себе, если бы всё было идеально и сложилось бы идеально, и выпущен был бы идеальный спектакль, на театре можно было бы поставить репет. Всё, да. Да, да. Это нормально. Мне хотелось бы посмотреть такой абсолютный спектакль. Нет, правда, абсолютно идеальный спектакль. Может быть, тогда бы и сердце успокоилось. Но как вариант, можно пофантазировать об этом. Вот сейчас, например, вот это уже уход в сторону, дальнейший уход в сторону от постановки, которую вы осуществляете в «Глобусе». Сейчас театр превращается в кинотеатр. В кино-дефис-театр. Потому что, ну, хорошим тоном это уже не считается, но тем не менее, я уж не знаю, по инерции, или это теперь будет действительно общее место, используется проекция, используются фрагменты киносъёмки там, либо по ходу спектакля, либо для спектакля. Вот. То есть каждый театр становится театром «Латерна магика» из XX века, когда это было, ну, фокусом, аттракционом, и это было интересно настолько, что даже здание специальное построили, чтобы можно было показывать такой гибрид театра и кино. Но вот сегодня, что не спектакль, то обязательно проекция это вообще, ну, я понимаю, это удешевляет сценографию. То есть не нужно из фанерок что-то сколачивать, вот, не нужно придумывать некую условность. Ну, плюс ты в тренде, не забываем об этом тоже. Ну, тренд сегодня кто-то считает это уже пошлостью, а кому-то кто-то только начинает осваивать. Да, 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 я понимаю, я понимаю. Вот как вы с этими процессами соотноситесь? Вы прошли пик интереса? И вообще для чего это, вот, на ваш взгляд? Для чего вот это всё, о чём мы сказали? Я могу предположить, пока наш герой не ответит. Нет, подождите, пусть он ответит, а то вы сейчас накидаете, и у него будет уже не такое чистое впечатление. Давайте, Денис, давайте. Моя точка зрения такова, что всё-таки театр может быть наивысшим видом, проявлением вида искусства, в которое синтезируются остальные виды, как балет, живопись, хореография и кино. Всё для чего это нужно? Для чего? Потому что театр — это живой организм, который происходит здесь и сейчас. Кино — это лишь только как способ, как форма выражения того или иного момента, который происходит в спектакле. Вот, для меня это важно, да? Как приём, но не более того. Для выразительности. Это нужно для выразительности. И кино, как средство, оно помогает. Кино, видео, проекция. Но при этом это такое зацементированное что-то. Вот сняли раз, смонтировали, и вот оно в этом виде и останется. А театр, в отличие от кино, оно всё-таки каждый раз... Он каждый раз разный, театр. То есть артист выйдет на сцену завтра с другим настроением, а кинофрагмент, который там будет демонстрироваться, он будет тем самым. Если этот момент является как средством декорации, сценографии, как вот вы говорите, то тогда это должно быть именно таким средством. Но ежели это, допустим, этот киноэтюд происходит постоянно изо дня в день... Вы сейчас вот конкретно... Давайте, я не могу сейчас вот сказать. Мне нужно знать точно конкретный момент, про который вы говорите. Мы вас пугаем? Да. Потому что я скажу так, что в моих спектаклях я практически не использую кино... Мы не хотим, чтобы вы отрекались от этого. Я не отрекаюсь, я просто на самом деле пока не могу применить это. Давайте вот с моей точки зрения сравним. Может быть, вам легче как раз будет сформулировать свою. Потому что я понимаю, вы специально об этом и не задумывались. Мы-то как бы над схваткой и просто видим тенденции некие. Кино – это наиболее динамичный вид искусства. Там картинка меняется с той скоростью, с какой меняется жизнь вокруг. И поэтому кино и является еще со времен Ленина. Ленин прозорлив был парень. Он говорил, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк. Цирк, допустим, жизнь, а кино – это вот ее отражение. Понятно, да. Поскольку на все эти блокбастеры и прочую кинопродукцию ходят массы, ну там попкорн, кола какая-нибудь, то элементы, хотя бы элементы этой динамики, которые из блокбастеров, пытаются перетащить и в театр, который требует вообще-то другого восприятия, другого включения публики. Ага. Я вас услышал. Я понял, про что вы говорите. Значит, понимаете, театр, он должен жить в темпе и в ритме того времени, в котором он существует. Поэтому, применяя какие-то элементы кино или чего-либо еще, он пытается, скажем так, актуализироваться в то время, в котором он находится. Для меня вот это, наверное, кажется основным принципом работы каждого режиссера с кино. Я не всегда видел удачные работы с киноверсиями. Да, будучи даже в Москве, я вижу, что это где-то работает, где-то не работает. Но в большинстве своем я понимаю, что это необходимо для какой-то такой... Это не трендовость, это уже не трендовость, это уже норма театра. То есть это просто еще одно изобразительное средство. Да, выразительное средство театра. Как режиссер кино вы не касались сами? Я работаю в кинопроизводстве, но я работаю пока вторым режиссером. Это следующий этап. Это следующий этап, да. Вот, и у меня есть идея работать в кино. Чего бы вам свою траекторию профессиональную не строить так, раз уж из актеров в режиссеры, то из актеров бы в кинорежиссеры, а затем уже в театральные. Вот, кстати, такой поворот возможен или нет? Был бы. Как это сложно. Кстати, как гипотетически сложно это сделать. Ну сейчас, конечно, когда вы уже знаете, что такое быть театральным режиссером. Ну да, да, да. Но, в принципе, возможно ли такой как бы реверс? Я думаю, что возможно, но в моем случае сейчас нет. И вы считаете, что кинорежиссером быть – это более продвинутый вариант режиссуры? Нет, нет. Я считаю, что вот как раз кинорежиссура – это относится больше к какому-то ремеслу, нежели чем к какому-то такому творческому процессу. Потому что я работаю сейчас вторым режиссером в кинопроизводстве, а я работаю на сериалах, и я вижу принцип работы кинорежиссера, который требует очень много знаний вообще о кино, о операторских способностях, возможностях снимать, и о свете, и обо всем. Но это ремесло. Это ремесло. А в театре всё-таки как-то больше свободы, нежели чем в китах. То есть в театре вы держите узду и можете управлять процессом? В театре, наоборот, у меня есть воздух и простор для моего фантазии, для моего воображения. Кино, оно ограничено. Понимаете, в любом случае кино – это ограниченность, а театр – это свобода. О, ничего себе формулировочка. На уровне афоризма. Ну что, оно не бьётся как раз тем высказыванием, которое мы уже сказали, что вот есть зацементированный продукт, как кино снято, смонтировано, и вот, пожалуйста. И есть театр, когда каждый день по-новому от настроения актёра, режиссёра, от погоды может зависеть, да не знаю, от всего, от цвета. И каждый раз новая постановка. Не умиляет достоинство, конечно, кино. Абсолютно. И кинорежиссёров, потому что есть великие работы, которые, как бы, ну, нельзя ставить под одну рамку именно. Это, понимаете, это моё, как бы, сейчас высказывание. Оно, как бы, не говорится обо всём кино. Ещё одно звено в профессиональной траектории. С преподавательской, как у вас тут составляющей? Перестали преподавать. Была, да. Была. Закончилась? Она, ну, ввиду технических возможностей, закончилась, да. Но она была, и я хотел бы продолжать это дело. Потому что я видел результат своей работы, прекрасных ребят, которые вышли студентами. То есть вы так гордились, да, собой? Денис молодец. Нет, не то, что... Нет, 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 нет. Наоборот, я за них родил. Потому что я, правда, я говорю, как папа, который, как бы, переживает за детей, которых, вот, вот, как и любой спектакль. Тоже это моё детище, которое, как бы, я выпустил, понимаете, на свободу. И вот оно либо двигается уверенными шагами, либо подхрамывает, понимаете. И в педагогическом плане это же очень страшно, когда ты можешь как-то ребёнку не дать какого-то, понимаете... И он остаётся рахитным. Да, и он остаётся рахитным. Это ужасно. Но этого не было. У меня не было. То есть вы бы вернулись, хотели бы вернуться, да? Да, да. Но вы бы уже в Щукинское пошли, или... Опять про мечты идём. Давайте куда? Мечты Щукинская. Давайте, Махмур, даже в студию МХАТ. Давайте выше. В студию Шкум-ХАТ. Вот. И уже разговор близится к завершению. Хотелось бы вернуться к той постановке, которую вы сейчас осуществляете в «Глобусе». Вот этот спаситель Лёньку, он герой, я имею в виду, девятилетний и выдуманный. Вот. И всё-таки вот эта история жизненная, она пересекается, точнее, выдуманная история, она пересекается с жизненной историей Тани Савичевой, если вы понимаете, о чём я говорю. Да, да, понимаю. Это дневник на девяти страничках, который собой являет мартиролог, по большому счёту, куда она вписывала каждого умирающего члена своей семьи. Умерли все. Вот. От этого мурашки до сих пор. Голос срывается, трудно об этом говорить. История Лёньки – это такая припудренная версия дневника Тани Савичевой. Для того, чтобы напомнить просто людям, насколько тяжело было в блокаду жить тем, кто не эвакуировался. Но в моём понимании наша история неназидательно не говорит о том, что «ребята, давайте-ка вспомним, как всё было плохо, а сейчас хорошо, и благодаря тому, что было тогда плохо, а нам сейчас хорошо». Нет, я этого не хотел бы, и работая с актёрами, разговаривая, беседуя с ними на эту тему, мы пришли к тому, что это всё-таки история о мечте. История о мечте. Среди ужасов войны. Среди ужасов войны. Да. Да. Мы не рассказываем о чудовищести того времени, и мы просто пытаемся спасти человека, человеческую душу в таких вот ужасных условиях существования. не знаю, как-то закрыто, но я рассказал. Мне кажется, что да, мы не будем тут назидать, правда, какой-то и посвящать уж тем более детей о том, сколько длилась эта чудовищная блокада, что это какой-то ужасный человеческий опыт. не надо об этом говорить. Мне кажется, что всегда, когда что-то, ну, когда это может относиться к нечеловеческим каким-то условиям жизни, об этом не надо рассказывать. Я вот не хочу, это театр, театр, это не документальный театр, это не док-театр. У меня более поэтический театр. Мы желаем удачи вам в вашей постановке и, соответственно, постановке долгой жизни на малой сцене театра «Глобус». Это программа «Пять вечеров», и она завершается. 4 и 5 мая в Новосибирском Академическом молодежном театре «Глобус» состоится премьера спектакля «Спасите Леньку» по пьесе Маляки и Крамовой. Гостем «Пяти вечеров» сегодня был режиссер спектакля Денис Малютин. Спасибо вам, Денис. Спасибо. Спасибо вам. Видеоверсию нашей программы можно посмотреть в удобное время в группе «Вести Новосибирск» ВКонтакте, на медиаплатформе «Смотрим» и на телевизионном, и интернет-канале «Сибирь-24». Сегодняшний вечер подготовили и провели журналисты Олеся Коковкина и Сергей Костриков. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok